Семиклассница Ульяна Скородумова, как и любой современный подросток, не представляет своей жизни без интернета и соцсетей. На занятия в рамках проекта «Профтренд», посвященный гибридным войнам, она пришла из любопытства. Ее родители и учителя постоянно говорят о негативном влиянии соцсетей, но причину объяснить не могут. Здесь же нам подробно объяснили, откуда они берутся, как это работает, почему же они все-таки вредны, что стоит опасаться. И мне это очень понравилось, что мне наконец-то объяснили, почему это именно так происходит. Ульяна считает, что социальные сети полезны. Они облегчают жизнь школьников, расширяют круг общения и помогают узнавать много нового. На заседании дискуссионного клуба девушка узнала об обратной стороне соцсетей. Специалисты службы безопасности ядерного центра рассказали о манипулировании сознанием человека через лайки и репосты. Мы взрослеем все потихонечку и рано или поздно до каждого из нас доходит, что эта зависимость – это глупо и что лайки – это уже не главное. Например, со своими друзьями и такой зависимости я на данный момент уже не наблюдаю. Цикл лекций в рамках проекта «Профтренд. Гибридные войны» завершился беседой со старшеклассниками о социальных сетях как средстве введения информационно-психологического противоборства. Занятие прошло в формате дискуссионного клуба и школьники могли высказать свое мнение по этой теме. Ребята имеют возможность задать любой вопрос, который их интересует. Может быть тот, который они не спросят в семье или в школе, постесняются в силу возраста. Или иногда не у кого спросить взрослый пароль, не оперируют таким объемом данных. Как показали встречи в дискуссионном клубе, тема влияния интернета на человека очень актуальна. Поэтому в следующем учебном году специалисты службы безопасности в НЕФ возобновят занятия и продолжат говорить о разновидности гибридных войн. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.